Всем привет! Сегодня у нас очередной обзор новой посылочки из Китая с сайта AliExpress. Сейчас мы ее вскроем. Вот такая вот она маленькая. Там что-то трепыхается. Вот здесь что-то коляненькое такое, в принципе, объемненькое. У нас здесь мусорок какой-то с нее сыпется. Вот. Сейчас мы вскроем ее и посмотрим, что у нас там. А, это у нас розеточки. Розеточки для, скажем так, прикуривателя. Ну, не обязательно прикуривателя. Можно сюда и холодильники автомобильные подключать. Ну, в общем, все-все-все. И телефоны там. Ну, в общем, на что фантазии хватает, то и можно подключать. Собственно, это очень интересная штучка. Заказывал я лично для себя две штучки. Ну, а две взял про запас. Мало ли кому-то потребуется из своих знакомых, либо родственников. Сейчас я, ну, все, наверное, не буду открывать. Смысла нет. Они вот все одинаковые. Но одну вот мы сейчас обязательно вскроем и посмотрим. Вот так вот она выглядит. Интересно. Здесь гладенький металл, хотел сказать, пластик. Вот так вот интересно открывается. Запаха никакого нет. И вот так же защелкивается. Собственно, вот так вот выглядит. Вот. А здесь вот две защелочки такие, которые не дают выскочить обратно. То есть вы дырочку сверлите, вставляете, здесь все подключаете, вставляете. И, собственно, когда надо, крышечку открываете. Она вот держится, она не падает вот так. Но она со временем, наверное, разболтается, когда вы постоянно будете открывать, закрывать и, наверное, будет падать. Но это не столь важно, потому что функция у нее, собственно, и есть, чтобы закрыть вот эту вот дырку. Вот. Но когда вы ее поднимете, вставите сюда штекер, она даже если вот так вот упадет, она не будет мешать ничему. Вот. То есть, в принципе, очень хорошая вещица. Значит, по деньгам стоила она, дай бог памяти, 76 рублей. Вот, 76 рублей. А сейчас я постараюсь, тут большое количество у меня заказов, вот, постараюсь ее найти. Я, ну, скажем так, специально не искал ничего, потому что стараюсь не вскрывать посылки до, скажем так, видеообзора. Ну, собственно, вот, я нашел, нашел эту посылочку. Точнее, этот заказик. Вот. Стоила она 76 рублей. Сейчас вот такая вот розетка, она такая, кстати, металл здесь такой жесткий, то есть, не фольга, как обычно бывает у китайцев, металл такой хиленький, пластик хиленький. Здесь все такое добротное и очень даже красиво сделано, качественно. То есть, металл гладенький, ну, в общем, классненький. Значит, по деньгам. Стоил такая розетка 76 рублей. Сейчас в связи с подорожанием и, возможно, потому что я покупал во время распродаж 11 ноября. Вот, вы можете сами прикинуть, сколько это по времени. Сегодня у нас 11, кстати, 11 января, первый рабочий день после длительных праздников. Вот. И, собственно, это получается 2 месяца. 2 месяца шли вот эти вот розеточки. Вот. Сейчас данная стоимость этих розеток составляет 91 рубль 42 копейки. Причем сейчас на них тоже идет скидка и сейчас вы можете также заказать. Там осталось 18 часов. Вот. Ну, как правило, наверное, будет обновляться эта скидка и, возможно, через день, через два она опять появится. И вы сможете заказать, опять же, их подешевле. Но, естественно, не за те деньги, которые покупал я. Вот. За такие деньги их уже не найти. Продавец очень достойный. Обещал доставку в 60 дней. И, собственно, в 60 дней практически и получилось, потому что он не сразу их отправил. Там где-то дней, наверное, 5 данные, прикуриватель, данные розетки оформлялись. Ну, то есть он их не отправлял сразу. Ну, то есть, ну, у него даже вот здесь вот на сайте написано, что отправка в течение 7 рабочих дней. Вот. Поэтому, ну, приблизительно ориентир на реальные 60 дней. Вот. Ссылочку под видео я также оставлю. То есть, вы можете пройти по ней и, собственно, заказать. Упакованы они добротно. Здесь есть пупырка стандартная, но она вот в мешочке в самом. Ну, то есть, если бы, допустим, на них наступили, то им, наверное, трендец бы пришел. Также вроде все нормально. Вот. Я вскрывать их не буду. Да, вот. Они открываются, закрываются. Мне главное вот это проверить, потому что если замок сломан, то... Здесь все тоже нормально. Если замок сломан, то он щелкать, естественно, не будет. А так все, в принципе, в норме. Вот так вот они выглядят. Запакованы в обычный пакетик. То есть, в принципе, в принципе, достойно. У нас же такие вот розеточки рублей, наверное, будут стоить, ну, не знаю, рублей 500, наверное. Вот. То есть, выгода очевидна. Даже за 100 рублей, вот сейчас нынешние 91 рубль 42 копейки, это в разы дешевле, чем продается данная ботва у нас. Если, опять же, она продается. Вот. Ну что, на этом видео я заканчиваю. Собственно, товар мне понравился. Два обязательно себе установлю. Видео, наверное, тоже сниму. Вот. Так что, в принципе, ничего сложного здесь по подключению мне не будет. Здесь вот надо будет только клемму сюда подобрать и подцепить к основному прикуривателю. Либо найти провода, которые тоже идут, ну, постоянный ток, но идет, не прерывается. Вот. Ну, а так, в принципе, лучше подключить к основному прикуривателю и не заморачиваться. Вот. Видео тоже с Эму, как говорил ранее, и выложил сюда же на YouTube. Так что, подписывайтесь, подписывайтесь на мой канал. Здесь очень много интересного. Здесь постоянно приходят посылки в большом количестве. Я уже их замучился вскрывать. Вот. Ну, в принципе, все здорово. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь на канал Твича, на канал YouTube, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok